Всем привет! Тамбов Гарден и Дмитрий Евланов на связи. 26 июня. По прежнему ролику вы знаете, что я сажаю новиночки. Это две новиночки. Ель сербская певетиджин на штамбе вот на таком. И если здесь я просто удалил старый саженец сосны бомбина засохший, выкопал два ведра воды, выкопал два ведра земли отсюда, добавил два ведра кислого торфа, все это там тщательно перемешал и посадил ее. Сейчас нужно обязательно делать штамп, потому что небушка у нас неспокойная. Вот такой вот затянутый поволок и ходит такие тучки, возможно усиление ветра. Вот нужно будет заняться опорой обязательно. Но сейчас я хочу посадить еще и ель форманек на штамбе. Буду сажать ее вот здесь вот около дорожки, так как это плакучая ель. Штамп у нее где-то сантиметров 60-70, ну 60 грубо говоря. Вот, что я хочу? Я хочу здесь посадить ее вот где у меня были розы и где они вымокли. Вот даже видите бедный пьедрансар даже пытается затвести. Вот ну ладно не об этом сейчас. Так как вот здесь вот немножечко где растет клубника у меня низиночка, вот туда вот участок идет на повышение. Туда вот тоже чуть-чуть повыше получился. И вот здесь вот стояла вода зимой в этом году, поэтому все розы, которые здесь были посажены, а это и Нина Вейбл вот такая полудохлая, и Пьердрансар весь сдох, все плети, и вот эта вот розочка тоже, несмотря на все подкормки, ну там получилось пару почек, из этих пару почек что-то там вот выходил. Не хочу, не хочу больше я с этими розами возиться. Не хочу их укрывать, может быть зря, да, вроде бы вот как цветут ярко так вот бордюрная кардана розочка. Ну вот был ураган опять, вроде бы вот отошла Нина Вейбл, да. Ну и вот ураганом один вот здесь вот побег, сейчас уже даже не скажу с какой стороны, отломила прям вот такой большой. Вот этот вот побег тоже отломил, но не до конца он вот начал приподниматься. Ну все, надоело мне розы, не хочу. Вот, а вот еще гляньте, перебирал кан на весной и, наверное, вот какая-то такая вот хреновенько маленькая отвалилась вот туда вот почка. Ну вместе там с землей, который был на этих, на каннах, на корневищах, вот. Ну и вот видите, не поливаю, ничего. Вот естественные осадки поливают, не рыхлю, даже вот кинул сюда вот эти вот доски, такой вот импровизированный щит, чтобы проходить вот здесь вот к парничку. Потом покажу, сделаю на него обзор. Вот сам вырос, если чему расти, оно растет. Вот розы все. Сказал, что, не знаю, может быть через год-два там у меня что-то какое-то завихрение произойдет, и я опять начну сажать массово, скупать по 10-15 кусочков и опять сажать, но пока нет. Так как здесь, вернемся к нашим баранам, так как здесь было подтопление, то теперь мне нужно грунт поднять. Вот сейчас полтора контейнера вот таких вот было у меня намешанного хорошего грунта для питуней. Я сюда высыпал, перемешал немножко с земличкой, с которой был. Сейчас еще добавлю ведро кислого торфа, и у меня получится приблизительно уровень уже с плиткой наравне. Потом, когда здесь будут досаживаться какие-то другие растения, я также вот это все-все подниму. Розы, конечно, вот эти полудохлые, они отсюда выкопаются, и даже, я не знаю, даже пересаживать, наверное, их никуда не буду. Вот такие вот дела. То есть, чтобы вот елочку, обыкновенную форманеку, у меня не подтапливало, если такие годы, конечно же, еще и случатся, что, возможно, будет лет, может, через 10, а может, через 20, кто знает. А может быть, и на следующий год это будет. Вот, чтобы не было подтопления, вот так вот немножечко лунку приподнимаем. Приподнимаем вот это посадочное место, мы все приподнимаем. Вот, сейчас высыпаем ведро кислого торфа, лунка будет еще выше, то есть, наравне вот прям с плиткой. То есть, здесь получается сантиметров 15-20, наверное, есть. Вот таким образом на 20 сантиметров мы и поднимаем лунку. И в последующем, когда будут сажаться соседние растения, так же это все будет подниматься, и уже получится такая высокая гряда. Последний эпизод, значит, про посадку растений в конце июня на моем участке. Так, все готово, сходил в магазин сейчас. Сейчас вот соберем остаточки, которые нам усырили. Вот, и вот таким образом у нас теперь ель сердцкая певи Тиджин закреплена на опоре. Опора хорошая, кругляк, метр штамп у растения, и метр опора загнана в землю. Такая опора не сгниет, ну, когда-то она сгниет, может быть, через 50 лет. Такая опора очень прочная, хорошая, растение на нем очень хорошо держится, не колышется, не шатается, ничего. Дальше, буквально все это займет, сейчас одну минуточку. Ель-Форманек на штампе поставил вот такую вот высокую опору, 2 метра. Вот, почему поставил такую опору, сейчас объясню. Ель плакучая, она на штампе. Одну веточку мы оставляем расти потихонечку вниз, закрывать здесь вот приствольный круг, а вот одну веточку я уже подвязал вверх, и будем теперь вот так вот периодически все подвязывать выше, выше и выше. Сразу поставил вот эту большую опору, двухметровую, потом, когда догоним до двух метров высоты эту елочку, отпустим ее в свободное плавание, чтобы каждый год что-то здесь не переставлять, не перевязывать, не тыкаться. Да, может быть, сейчас эта палка будет выглядеть некрасиво, вот, но издалека она не столь заметна, а елочке удобно. Здесь у нас получается опора 3 метра, метр в земле, и 2 метра, даже, наверное, побольше, вот, наверху. Вот так вот. Ходил так, как я ходил в магазин и принес опоры. Побольше купил? Почему? Сейчас скажу. Потому что вот здесь вот у меня лиственница корник была, есть, точнее, на штампе, вот, и она также была в том году посажена на черенок, вот. В этом году я этот черенок сейчас вытащил и сделал вот такую вот так же хорошую опору. И еще мне хватило на две маленьких опоры, эти опоры по метру, по 40 сантиметров они зашли в землю, и 60 сантиметров сверху. Я подвязал вот те растения. Это ель колючая, мантгомери, и сосна, по-моему, обыкновенная, чантриблю, вот. Потому что у них побольше кроны уже, они уже больше порусят на ветру, вот, поэтому подвязал их. Есть у меня гринтвист еще сосна веймутова, по-моему, веймутова, вот. Она вот так уже хорошо начала прирастать, но пока она на бамбуковой опоре. Вот ей пока не хватило опоры. Но мы все это обязательно сделаем. Но у нее шапочка поменьше еще, вот, парусит она не так, тяжести тоже особой нету, поэтому вот оставил ее на бамбуковой опоре. Ну, а это потихонечку все уже у нас сделано. Также у меня есть елочки, сербская пендула, но она пока стоит, так как приросты у нее довольно-таки маленькие, она пока вот стоит вот на такой вот металлической тонкой опоре, которая запаяна в пластик. Конечно, потом ей тоже нужно будет поменять, поставить метр два или три здесь опору, и потихонечку выгонять ее, а потом уже после трех метров где-то отпускать в плавание. Такая же опора у меня, вот, металлическая запаяна в пластик, даже вот здесь забивал, видно, что металл заржавел. Под можжевельник, для можжевельника, о, сейчас скажу, это у нас что, Ice Blue. Вот, хочу его поднять вверх, но здесь хочу невысокий, вот, на метр, или сколько здесь, 80 сантиметров будет, 70, вот, а потом уже, чтобы он спускался, и такая была, как бы, шапка. И еще у меня опора, такая же пластиковая, для маленькой елочки Акраконы. Акракона, она все равно растет вертикально, но пока маленькая, вот, у нее была неопределена макушка, поэтому, вот, я и определил макушку, подвязал, в этом году, это вот, прирост, где-то, наверное, сантиметров 10-12 составил, вот он, я его уже подвязал к опоре. Итак, на этом у меня все, всем пока, всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok